Заместителю начальника третьего отряда федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю Ивану Пименову предъявили обвинение в хищении 1 миллиона 600 тысяч рублей бюджетных средств и взяли под стражу. Суд Ингодинского района удовлетворил ходатайство следствия заключения обвиняемого. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура Забайкальского района внесла представление в Совет депутатов поселка Забайкальск с требованием об отставке главы Олега Ермолина, по распоряжению которого муниципальное предприятие заключило договоры с его родственниками. С подведомственным администрацией и учреждением по личным поручениям главы заключались договоры подряда без проведения конкурсных процедур на работы по нанесению дорожной разметки. При этом работы выполнялись за счет средств администрации. Таким образом, глава допустил возникновение конфликта интересов, который был не предотвращен и не урегулирован. Два отделения Почты России в Чите, а также отделения в селе Бада и поселках Новокрученинске и Шерловая гора сменили место обслуживания клиентов на время ремонта своих помещений. В Чите ремонт стартовал на улице Звездная 8, а также на улице Энтузиастов 55. На время работ клиенты будут обслуживаться в отделениях на улице Улетовская 1А и Назара Широких 6. Всего в Забайкале во программе модернизации Почты России планируют обновить более 40 отделений почтовой связи. Пешеходный светофор с кнопкой вызова появится на улице Рахова после реконструкции перехода. По информации мэрии, новый светофор появится 27 июля возле школы номер 15. Субтитры подогнал «Симон»!